Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию Суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш и реакции. Ребятки, слушаем Макс Курш. Холодное утро. Пойдем, друзья! Холодное утро. Просыпаюсь, глядя и заплю на этот мир. Им чернее пыли. Кто-то видит в этом гордость, кто-то возможно сеешь. Вижу море могил. Вижу море могил. Баксан и он. Друзья, вот что скажу. Начало музыки, конечно, тревожное, ребятки. У Максов очень красивый голос, ребятки. Ну, текст. Начало текста, конечно, такое тревожное. Видать, настроение плохое писал трек. Все бывает, ребят, в жизни. Бывает тревожное утро. Бывает чудесное утро. У него, видать, настроение плохое. Ему хотелось написать такой трек. Именно вот такой. Грустный, ребятки. Это жизнь. Она бывает и такая, и так. Она разная. Разная. Будет не дыша, встроенные небеса. Там нет нации, не спросят патпорта. Как остановить мне это вид разбуженной, голодной погибли. Чтобы было все хорошо в жизни, ребятки. Чтобы прекрасно было. Надо начинать с себя. Если ты хороший человек любой, значит, все хорошо будет. А если мы не хорошие, если мы плохие поступки делаем, так же нам и Земля ответит. Планета. Поэтому не надо никого винить. Надо начинать с себя. Да. Сделаешь хороший поступок. Улыбнешься прохожему. Любому человеку. Он тебя этим же отблагодарит. Это же монетой. Ну вот, ребятки, делаем вывод. Нужно быть добрее. Я не советую в современном мире вообще к прохожим подходить. Зачем подходить? И тем более улыбаться. Ты подойдешь улыбку, улыбнешься, а он тебе подойдет и скажет, что ты улыбишься. Нет. А не надо к этому. И удар пойдет. Вот тебе задали вопрос, например. А вы не знаете, где вот эта остановка? Улыбнись. Нет, нет, ни в коем случае. Если к тебе такие вопросы подошли, сначала посмотри, кто спрашивает. Потому что, возможно, с какой-то целью вопрос задан был. А ты ему ответишь, а потом ты уже не отвяжешься от этого человека. Там уже пойду, знаешь, скажи мне свой адрес. Как мои братья и братки подъедут. Ну, естественно, к алкашу, который алкаш подходит, или наркоман, или пьяный. Конечно, не надо ему улыбаться. А любой женщине, любой женщине, любому мужчине, любой бабушке, дедушке, ребенку. Нет. Ответь хорошо. Это все... Естественно, бандит, у которого идет жвачку, жмёт, прювётся. Ему, конечно, не надо. Это все засланные казачки. Ладно, всё. В современном мире открывается гугл-карта и находится адрес. Но не у всех. Уже никто ничего не спрашивает. Например, у некоторых интернета нет в телефоне. Только дома. А на улице нету. Мир изменился, люди уже заранее узнают адрес, чтобы не спрашивать ни у кого. Значит, ни с кем не надо разговаривать. Надо быть злым, противным. Нет, лучше не связываться ни с кем. Потому что очень маленький процент нормальных людей на улице. Ну, вон, новости почитайте. Почитайте новости нормальных профессионалов. Ну, я поняла. Значит, твой вывод такой. Значит, надо быть злым, не разговаривать, ходить к мужу. Надо быть добрым, но надо очень опасаться. Если к тебе на улице подошли, это очень уже значит не просто так, скорее всего. 90% случаев не просто так подошли. Ну, я вот, например, на улице могу спросить что-то. Что, я на бандита похожа, что ли? Такие, как я, миллионы. Это тоже не советую подходить никому. Ладно, давайте дальше слушать. Если ты злой, если ты плохой человек, не жди от планеты хорошего. Ты-то, может, и хороший, но на улице знаешь. Нет, тогда от планеты не жди хорошего. Какой привет, такой ответ. Вот и всё. Вот и всё. Если ты будешь злым, у тебя лицо злое будет. Поэтому в телеграмме сидеть, вот читать что-то, что на планете происходит. А на улицу не хотят в телеграмме сидеть? Нет, ты посмотри, что на планете происходит. Ты прямо подходишь с улыбкой, вопрос задаёшь, а там ответ идёт, знаешь, какой? Дальше идёт. Достается кастет дальше. Нет, ну зачем с улыбкой? Ну, при чём не с улыбкой? Я тебе образно говорю. Я тебе к тому, что мир поменялся, всё, больше старые правила не работают. Больше этого нет, как раньше. Улыбнись прохожему, тебе в ответ улыбнуться. Нет, в ответ тебе будет сразу, а ты откуда? А у тебя кто, друзья? Сейчас мой Ахмед подъедет и так далее. Там страшные дела могут начаться. Лучше вообще не связываться, вот реально. Да при чём здесь связываться? Я вообще говорю. Я тоже тебе вообще говорю. Задаёшь невинный вопрос, и, мол, последствия последовать из-за этого. Ну ладно, тогда вывод какой делаем? Ни с кем не разговаривать, одевать, значит, маску на лицо. А ты думаешь, что сейчас маска в всех ходит? Ну ладно. Планета изменилась. Ну всё, значит, об этом будет песня у нас. Вот, видите, черепа. Вот черепа. Это автомат. Песня реально про это. Ну вот, черепа, автомат, могилы, кресты. Ну давайте слушать. Надо быть таким закрытым человеком. Всё, что не будет, можно вернуть, принимать. Всё, что в наших силах, не принимать. Всё, что принимать. И те, кто нас толкается, привод от нас. Они не знают сами, какова будет цена. А когда мы найдём вывод, не сомневай. Огромные благообленные клубы поднялись с земли, расправляя крылья. За те, кто позвали её глупой ненавистью осознали. За кем-то пришла. Политики, блогеры, комменты, отмены войны. Ты прости, они ведь пошутили. Но поздно идут откупаться, все подхватились. А земля нужны лишь тела, а лудные. Пусть засует дуна. Всё, что невозможно вернуть, принимать. Всё, что в наших силах, не принимать. Всё, что принимать. И те, кто нас толкается, привод от нас. Они не знают сами, какова будет цена. Останёт, где мы найдём вывод, не сомневай. Хоть бы кто из них раскаялся за это. Сколько баллов силы в суде. Выбивай себе место. Сон кидает в топ-5, заплачное лето. И мы все ещё... Ну вот, ребята, видите, человек, который толкает с обрыва другого, это я образно опять в треке, да, говорится, это не именно прям с обрыва бросил, а просто вот. Он не понимает, какая цена потом будет за это ему. Он не понимает. Это жизнь. Я не говорю, что надо ходить, улыбаться, как дуре. Нет. Как дуре не надо ходить. Просто быть добрее ко всему. Ещё раз говорю, это уже всё. Это 20 лет назад было. Будь добрее. Уже больше мир такими категориями не мыслит. Нет такого добрее. Ты можешь быть человечным, можешь быть правильным, можешь быть хорошим. Но тот, кто напротив тебя стоит, маленький процент вероятности, что он тоже к тебе хорошо относится. Просто планета поменялась, люди изменились, менталитет у людей колоссально поменялся. Этого нет больше, всё. А тогда как жить? А вот так, выживать только, и всё, выживать. Потому что на улице 90%, ну не 90 уж, ну половина там, ну просто с отклонениями психическими. Нет нормальных людей. А ты как считаешь, мы нормальные люди? Вот мы. Ну мы-то нормальные, да. Но ещё раз, ты можешь быть нормальным человеком, можешь искренне хотеть помочь. Но опять же, к тебе подходит даже ребёнок, например, или какая-нибудь бабушка. Внучок, скажи, где? А бабушку уже послали, понимаешь, чтобы ты куда-то там её повёл, а потом подъезжает машина, тебя туда, значит, не тебя, а вот этого человека туда заталкивают, и так далее. Ну ладно. Так что мир опасен стал. Ну ладно. Всё изменилось. Ну ладно. Жалко, что Макс Корф, по-моему, слов непонятно выговаривает. Не слышно ничего. Ну, половина непонятных, к сожалению, с первого прослушивания. Значит, теперь такая жизнь, да, у нас? Ну, конечно. Поэтому камеры везде стоят. Не от хорошей жизни. Ну. Ну и песни про это, соответственно. Не, тогда иллюзий у меня не будет. Тогда... А что тогда, я говорю, сижу вот? Будь добрее. Не надо... Это опасный совет. Будь добрее. Ты посмотри, к чему. Ты хочешь что-то доброе сделать, в итоге виноват ещё окажешься. Опасно очень. Ну, а Макс тоже всё понял, в принципе. Вон, он говорит, как есть. Что-то, возможно, что я лишь вижу море могил. Вижу море война. Я хочу, чтобы все набрали силы искренней. Это остановить. Только это остановить. Значит, если мы не будем стремиться к доброте, к хорошему, значит... Это всё осталось в катках. Нет, значит, будем день и ночь драться. Нет, почему? А как? Почему? Всё, жизнь такая. Нет, тогда надо покупать автоматы, пистолеты, так ходить. В подъезд, потому что не зайдёшь. Нет, в автомат тебе никто не продаст. Ну, а лицензии есть в некоторых? Вот я просто говорю. Это мало кому дают лицензии. Знаешь, надо ходить с рогаткой, с дубинкой на улице. А что? А ты думаешь, сейчас люди так не ходят? Все ходят с газовым баллоном, с перцом, то есть. Ну, а может, ты права, даже здесь, понимаешь, даже вот в семьях. Надо детей здесь получить, не надо улыбаться прохожему. Он не просто так улыбается. Да не надо просто так улыбаться. Ты дурачок, что ли? Это дурачки улыбаются. Ты вначале сказала. Больные вот ДЦП эти, дунатики, они улыбаются. Не надо, я не говорю, что надо ходить вот так улыбаться. Нет. Просто добрее быть, просто добрее быть надо быть, понимаешь? Это, смотри, нормальному человеку, вот нормальный человек, адекватный, с нормальной психикой, ему не надо говорить, что ему нужно быть добрее. Он и так нормальный, адекватный человек, у него агрессии нет. Ему не надо говорить, будь добрее, он и так себя ведет нормально. Он добрый, у него агрессии нет. То есть, его таким вещам, как учить, не надо. А если, а тому, кому ты это адресуешь, их ты никогда не переделаешь. Ладно, хорошо. Их ты никогда не переделаешь. Ладно, хорошо. То есть, этот совет, в принципе, будь добрым, улыбайся, это просто, знаешь, вот тупые слова, тупые слова. Это вообще к чему этот совет-то? Адекватный, нормальный человек Он нормальный Если видишь, что перед ним адекват Он улыбнётся, когда это уместно А просто на улице подойти Кому-то улыбнуться Я же об этом не говорю, что на улице подходишь и улыбаешься Это уже всё, знаешь Это 30 лет назад работало Сейчас нет, всё, планета поменялась Я поняла, да, не надо улыбаться Тут в семье Родители с детьми как враги живут День и ночь ругаются, конечно Тут СМИ аж другое не понимают, понимаешь Война день и ночь Конечно, ты права А с чужими, ты права Я свои слова обратно беру Нужно её конца Дорогая, утром строит дома Всё, что невозможно вернуть, принимай Всё, что в наших силах Мы принимаем, принимай Мы те, кто нас толкают Запрывать до дна Они не знают сами Какова будет цена Легче мы найдём выход Не сомневай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, ребятки, скажу Мы, по-моему, всё обсудили Разговаривали с этим продюсером Мы всё обсудили, ребятки У каждого своё мнение, ребят У каждого... Ну, голос красивый, конечно Ну, хорошо, поэтому не нравится Текст, ребятки, грустный Музыка грустная, ребятки Сейчас жизнь такая, значит, получается Я-то, конечно, старшая, да У меня другие мысли, я по-другому думаю Потому что мы жили в другое время Я родилась в Советском Союзе, ребятки Я немножко другая, может быть, понимаете Для меня самое главное, чтобы добро было Не делать плохо человеку Особенно родному человеку Нормальный человек никому никогда плохо не сделает А говорить это в массы, будь добрее Это вообще просто пшик Ну вот в садике, в садике, дети разные Да, маленькие Что-нибудь отнимет у кого-то что-то, какую-то игрушку Этот мальчик может кулаком по голове ударить Правильно сделать Но мама должна сказать ему, не надо Не надо, не трогай чужие вещи Надо договариваться Нет, уже всё поменялось Ты не обязан никому свою игрушку давать Уже психологи говорят Если вы своего ребёнка Заставляете отдавать свои вещи Зачем отдавать? Или он не хочет, например, делиться А ты говоришь Нет, поделись своей игрушкой Это формирует у него психики Что он недостойен иметь эту игрушку Что он должен всё своё отдать кому-то И он вот с этим вырастает Что он недостойен Что он всё должен отдать, что у него есть Это новый взгляд на психологию То есть это уже всё не работает, как раньше Что поделись игрушкой А что ты свою игрушку не даёшь? Ну-ка, дай мальчику игрушку, хочет поиграть Это уже всё Можно сказать, давай вместе поиграть А ты свою игрушку принеси и играй. Почему ты подходишь к чужому человеку, его игрушку из рук вырываешь? А зачем? Правильно кулаком надо дать, потому что не надо лезть не в своё пространство. Это психологи говорят ещё раз. Это не я придумала. Я сама удивлена была, когда это услышала. Что нельзя детей своих заставлять делиться, или если они не хотят куда-то идти, что-то заставлять их делать. Это нельзя делать. Ну ладно, пускай будет так. Я с тобой соглашусь. Ну всё, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok